Я думаю, что каждый из нас поддержит инициативу, чтобы эта кнопка стала добровольной. Ее нельзя делать обязательно, это неправильно. Тем более, что у нас нет условий для того, чтобы осуществлялась работа этой кнопки. Около 700 человек из Владивостока, Артема, Вольно-Надеждинска, Уссурийска и Хабаровска собрались на привокзальной площади, чтобы публично заявить о необходимости скорейшего решения проблем, связанных с обязательной установкой системы «Эроглонас» на все новые, в том числе и поддержанные автомобили, везенные в Россию после 1 января этого года. Автомобиль был куплен еще в конце декабря. Он находится сейчас в таяме, деньги на него уплачены. Ввиду того, что непонятная ситуация с этой кнопкой, машина оставлена там и до сих пор мы не знаем, что с ней делать. Собрание не успело начаться, а двух коммунистов уже заставили свернуть транспаранты и отвезли их в ближайшее отделение полиции. Люди стали проводить параллели с 2008 годом, когда что-то подобное уже происходило. И даже шептали, что на площади дежурит московский ОМОН. То и дело, в толпе было слышно, что это не митинг, а простое собрание. Просто потому, что проще ему видать, чем с ними поддаться. Хотя изначально это должен был быть именно митинг. Еще несколько недель назад его согласовали с администрацией края и стали активно готовиться. Вдобавок в интернете устроили своеобразные флешмобы. Например, в Инстаграм выкладывали фото с табличкой «Глонас, отдай ПТС». И даже решились на отважный шаг. Предлагаю, чтобы все написали комментарий к последнему фото Медведева с текстом «Обратите внимание на проблему Глонас». Сказано, сделано. И на официальной странице Дмитрия Анатольевича под безобидным фото с лебедями появились комментарии обеспокоенных дальневосточников. Может, именно такая активность и сдвинула дело с мертвой точки. Уже 17 февраля появилось сообщение о том, что Владивостокская таможня начала выдавать ПТС. Только спустя сутки выяснилось – есть один нюанс. Паспорта на авто смогли получить те, кто ввез свой транспорт до 15 февраля 2017 года. Достаточно быстро, при желании можно прийти, оформить документы, забрать свой автомобиль со склада. Больших проблем не возникает. Только нужно знать, как правильно заполнить документы, куда обратиться. Тем временем у автовладельцев это вызвало неоднозначные эмоции. Одни радовались, другие увидели в этом провокацию со стороны властей. Ведь по закону с этого года ПТС на машину нельзя было получить без сертификата безопасности, который в свою очередь не выдавался без наличия системы «Эроглонас». И вот накануне митинга ситуация отчего-то кардинально меняется. Если начинают выдавать, то значит до этого, с 1 января, невыдача ПТС была незаконной? А что изменилось? Отмены требования нет. Законность выдачи ПТС вообще непонятна. Начали выдавать ПТС во время проведения митинга. У нас есть вообще закон? Или рулят понятия? Хотим, не выдаем? О, митинг, ну тогда выдаем. Этому есть объяснение? Результат – это когда появится нормативный документ федерального уровня с четкими и ясными пояснениями о сложившейся ситуации. Лично для меня это просто авантюра. Однако на собрании людей пытались убедить, что беспокоиться не о чем, и полученный ПТС никто не аннулирует. Я сам ездил в субботу и видел, как люди выдают, таможню, вернее, получают ПТС без вопросов. Мы поехали в ГИБДД и их ставят на учет. По СБКТСам там немножко непонятно, я так понимаю, что они стали искать аналоги на эти автомобили. С этим еще нужно разбираться. Но факт то, что люди смогли забрать свои автомобили и перестали тратить деньги на СВХ. Тем временем за день до митинга в формате закрытой встречи представители местного ОМВД встретились с организаторами и попросили отменить рандеву на Привокзальной площади, ссылаясь на то, что митинги сейчас никому не нужны. Вы проблему поставили, но государство уже пошло на это. Но чтобы решить этот вопрос, какой-то промежуток времени должен быть? Результатом этой беседы стало заявление организатора митинга об его отмене. Якобы ситуация сдвинулась с мертвой точки и встреча более не имеет смысла. Но так показалось далеко не всем, а потому автомобилисты решили все же собраться на Привокзальной площади уже не на митинг, а на простую встречу, с надеждой получить ответы на вопросы по поводу дальнейшей судьбы поддержанных иномарок. Ведь временная выдача ПТС – это не панацея от всех проблем, связанных с внедрением новой обязательной системы. То, что сейчас начали выдавать ПТС на автомобили, которые везли до 15 февраля, ну хорошо, но это же не решение проблемы. А что будет, если я привезу машину в марте, я не получу на нее ПТС, я заплачу пошлину, я заберу ее с таможенного склада, и что это у меня будут, санки стоять в огороде без ПТС? Сюрпризом для собравшихся людей в этот день стала ярмарка, которую по неизвестным причинам перенесли с традиционной центральной площади на Привокзальную. Причем это стало неожиданностью не только для участников собрания, но и для самих продавцов. Нам вчера сказали, что вчера на ярмарке сказали, что будет здесь, только один день. В течение двух часов людей становилось все больше, многие из присутствующих смогли высказать свое мнение по данной ситуации. Однако по итогу не произошло главного, ответов на свои вопросы так никто и не получил. Введение этого закона нарушает непосредственно наши прямые конституционные права, право свободы, право выбора. Я на себе почувствовал, как влияет решение правительства не только непосредственно на автомобильный бизнес, но и на смежные с ним бизнесы. У меня сотрудники сейчас сидят без работы. Даже если придумают какую-то схему, как вроде как пообещали, схему придумают на подержанные автомобили, что-то нужно будет поставить, но это опять же отразится на цене. И это значительно отразится на цене. Я пришел с посылом объяснить людям, чтобы они сражались, потому что в 2008 году, когда подняли пошлины, мой бизнес рухнул. У меня было 56 человек работало. Мы поставляли машины по всей России. Бизнес рухнул. Сегодня я нищий. Результатом массовой встречи стала резолюция, которую пообещали отправить и губернатору, и президенту. Более того, участники собрания решили встретиться на этом же самом месте ровно через месяц, 19 марта. Со своей датой, когда смогут дать ответ по поводу кнопки, определились и федеральные структуры. Сотни людей на привокзальной площади. У каждого из них свое мнение по поводу системы «Эроглонас». Но какие-либо решения мы сможем услышать только 13 марта. Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков. Новости на 8.